Александр Павлович живет на девятом этаже. Ступени в подъезде преодолевает с трудом. Если лифт не будет работать, то выход на улицу, скорее всего, перенесет, даже если нужно что-то срочно сделать. Сам лифт тоже, кажется, устал, износился. По крайней мере, после специального обследования его эксплуатацию разрешили только до ноября 2017 года. Лифт нам хочется поменять. Боимся без лифта остаться. Вот лифт не работал, поломали жильцы наши же, однако же. Я выйти вышла, а подняться – это как барьер какой-то, мне препятствие нужно одолеть. Но хорошо отремонтировала, и нахлопотала все о нас, стариках. Председатель товарищества собственников недвижимости Инна Пархамович – инженер-технолог по образованию. К решению проблемы подошла со всей профессиональной компетентностью. Подготовила экспертное заключение о состоянии лифта, провела общее собрание жильцов, на котором собственники подтвердили свое решение о приоритете замены лифта в рамках проведения капремонта и постоянно проводит работу с жильцами о необходимости платы за ЖКУ и все виды ремонта. В результате собираемость в доме – 85%. Казалось бы, все условия выполнены, и можно приступить к замене опасного оборудования. Но, увы, оказалось, что сроки на замену лифта перенесены на 2051-2053 годы. «Кто менял сроки, подумайте, там есть дети, школьники, есть колясочники, новорожденных перевозят с верхних этажей. Я за это переживаю. Но я понимаю, что я ответственная. Я первое лицо, с кого буду требовать. Но и в то же время меня беспокоит. У меня у самой дочки три года. Как я могу на всех остальных, кто выше детки, живут иначе смотреть? Основная проблема в том, что они действительно уже в аварийном состоянии находятся у нас. Оставляет желать лучшего. Даже начиная от панели управления, заканчивая полом, который светится. То есть, если пройти по ВБГД нашей, то есть лифты, где и можно шахту лифта видеть. Поэтому извините. Кажется, что ты можешь войти туда или не можешь, собственно говоря. Инна, ой, у нас так лифт плохо работает. Гудит, гремит. Но что-то надо делать с ним. Анна Васильевна, я тоже расстроена. Последние новости. Вот 6 апреля вышло постановление правительства о том, что нам хотят сроки перенести на 51-53 год. Ой, это очень долго. Я же как же с 9 этажа, это не только я. Нас там 4 семьи находятся. Мы же там и детки ходят в школу каждый день. И есть пожилая женщина, вот Нина. Нина, она полная. Ей очень тяжело спускаться будет. Вообще невозможно. По крайней мере, я очень надеюсь, что сегодня, вот это уже окончательный такой аккорд, когда мы уже и средства массовой информации привлекли к нашей проблеме о том, что мы свои условия перед правительством Самарской области выполнили. Все сделали для того, чтобы попасть в региональную программу. И нам все-таки в ближайшее время перенесли сроки, те, которые были установлены ранее, а теперь и еще ранее, на позднее, на 17-18 год. Мы на это очень надеемся. Руководитель Самарского регионального центра общественного контроля ЖКХ Виктор Часовских предложил единственно возможный, по его мнению, вариант решения данной проблемы. Действительно, многие дома перешли с одного периода выполнения капитальных ремонтов на другие, более поздние. Что делать в этой ситуации? То есть сейчас необходимо открыть специальный счет. Специальный счет может открыть фонд капитального ремонта, либо управляющая компания. Они открывают счет, и собственники начинают платить на этот счет. Через год все те взносы, которые они уже оплатили, перейдут на этот специальный счет. И если у них стоит, допустим, 30-й, 40-й год, замена лифтов. 51-й. 51-й, неважно. То есть они до 51-го года должны заменить эти лифты. Поэтому по мере того, что сколько средств они накопят, хватит на лифт, они могут менять этот лифт. Собирают на второй лифт, хватит денег на замену второго лифта, они меняют второй лифт. И так вот по очереди, я думаю, это в течение 5-7-10 лет максимум. Это можно сделать, но не ждать 51-го года. На данный момент за три года жильцы общими усилиями собрали 750 тысяч рублей. И отказываться от обслуживания регионального оператора не собирались. Мы просто не уходили по причине того, что если туда вливаются федеральные деньги, нас убедили в том, что если уходишь на свой спецсчет, то ты вот сколько собрал, на столько и ремонтируешь. А если ты в региональном находишься, то есть взаимопомощь. Потому что тебе на перспективу, ну, сделают работу, но ты потом будешь с ними 30 лет расплачиваться. Жильцам 277-го дома по улице Галактионовской повезло больше. Новенький лифт и современное оборудование здесь уже устанавливают. Жильцы дома часто испытывали технический сбой лифтов. По 40 минут сидели, у нас есть люди-инвалиды. И эксплуатацию этих лифтов еще два года мы должны были терпеть. Но руководство фонда капитального ремонта пошли нам навстречу. Мы изменили ремонт фасада на замену лифтов. У нас жильцы очень довольны, что вот все так решилось. В 2017 году запланирована замена 90 лифтов в 34 многоквартирных домах. В целом в рамках реализации региональной программы капремонта в Самарской области уже заменено 600 лифтов в 124 многоэтажках. Сейчас замена лифтов стала все чаще и чаще. Люди, собственники, просят заменить им другие виды работы на замену лифтов. Потому что лифт изношен, уже срок подходит. Мы как бы идем на встречу в рамках возможностей законодательных и заменяем им лифты. Следует отметить, что ускоренная замена лифтового оборудования в жилищном фонде Российской Федерации определена Минстроем России в качестве ведомственного приоритетного проекта развития, в рамках реализации которого мы исполняем региональную программу. В соседнем Новокуйвышевске в 2017 по программе капремонта приведут в порядок 58 домов. В основном это работы по ремонту кровли и замене инженерных систем. Жильцы дома номер 5 по улице Репина тоже планировали заняться крышей. Но потом решили привести в порядок фасад. Дому уже 60-й внешний вид, мягко говоря, начал пугать жильцов и гостей. Трещины по дому пошли, да, трещина. Потом вот кое-где вылетали кирпичи из-под окон. И это... Низ весь отваливался. Ремонт фасада можно проводить только при плюсовой температуре. В этом его специфика. Стены утепляют пенополистиролом, покрывают специальной сеткой и затем наносят слой декоративной штукатурки. Деревянные подъездные окна меняются на пластиковые. И еще одна немаловажная деталь. Представители подрядчика и фонда капремонта во время проведения работ активно сотрудничают с жильцами. У нас есть реестр квалифицированных подрядных организаций. Их сейчас 97, которые прошли отбор и которые уже выполняют свою работу качественно, добросовестно. Ремонт фасадов многоквартирных домов востребован в настоящее время. Обосновывается он не только опасностью аварийного обрушения, но и эстетическими соображениями. Когда заходим в такие объекты, мы с жильцами обговариваем вид работ, слушаем их пожелания, что они хотят. И, соответственно, стараемся сделать все возможное, чтобы в итоге жильцы получили то, что они хотели и соответственно с их качеством. Особое внимание историческим постройкам. Дому на улице Льва Толстого 100 лет. До начала работы он выглядел плачевно. Теперь же фасад очистили от пыли, провели гидроизоляцию и утепление. Поверхность покрыли декоративной штукатуркой и водоотталкивающим составом. Мы когда пришли первый раз обследовать этот дом, он был в ужаснейшем состоянии. Были разрушены все стены, цоколь практически отсутствовал, по стенам трещины. Вся штукатурка практически была отвалена. Трещины очень глубокие. Мы даже хотели его снять, как аварийный дом, но сказали, надо его восстанавливать. В доме на проспекте Победы уже заканчивается ремонт крыши. Кровля здесь не ремонтировалась полвека. Вывезены десятки кубометров сгнившего дерева. С крыши снят шифер, его заменили на металлический профнастил. Поменяли обшивку, установили новый водосток. Подрядчик признается, объект сложный. Без помощи жильцов ремонт затянулся бы надолго. Здесь, во-первых, очень много насаждений. Там газовая труба, здесь подъезды, здесь машины стоят. Здесь очень трудно поставить технику. Да, Иван Егорыч, старший по дому, помогал обрезать деревья. Здесь невозможно ни краном поднять, ничего. Квалифицированные подрядчики и поддержка активных жильцов – две основные составляющие успеха проведения капремонта. По региональной программе в Самарской области уже привели в порядок более двух тысяч домов. Выросла и собираемость взносов. Она достигла почти 100%.